всем дорог сейчас мы вам покажем как продукция клёво работает около берега даже не то что там а около берега сюда мы короче уже насыпали фидер фидер метод да добавлять и в живую смотрим как будет происходить час с пьяной кукурузой сейчас перемешаем маленько увлажнять сильно не нужно ой много да много да сделаем суп зи крик кстати да вот получается теперь переборщил с водой маленько но капитально выбрасываю смотри смотри что делается дым интересно рыбы будете подходить на нее молоко пятно капитальные опа уже за вдали пошли и да конечно утром будь все и полностью он уже начинает вот сейчас Сейчас надо все с ним подниматься. Сейчас пыль, и это все-таки пыль, как мы видим. Ну, лично я вот замечаю то, что пыль все-таки пугает рыбу, вот это взрыв, молоко, но маленькие частички, которые она создает, она подойдет сейчас. Вот она сейчас стоит прямо на границе пыли, если видно. Видно? Да. Сейчас мы бойликов допросим. Боится. Боится пыль. Но она на пыль идет, оттуда получается поэтому. Вот смотри, она сейчас, вот прямо четко видно, что она на границе этой пыли. Да. То есть вот даже можете посмотреть, как что работает, то есть вот связующих все. То есть прикормка сделала изначально взрыв, потом у нас что получается? Активные части все уплыли, и то она их собрала. Большие компоненты остались на дне, и сейчас вот первые рыбки, они как раз начинают пробовать, как разведчики. Уже заходят в белое пятно. Стой, Слава, не шугай. Вот. Да. Опасается пятна цветного. Сейчас если затемнить, то будут заходить. Мы сейчас выделим, попробуем. Бойлы. Бойлы. Резанные бойлы тоже продукции клев. Вчера на них поймали много хоросей, кстати. Динамит с бейтс ни хрена не работал. Да, это правда. Это прям факт. Не заходит в пятна. Не заходит в белое слишком. Понял, что? Вот. Прям сейчас затемнить, попробовать рядом. Для эксперимента это будет интересно. Смотри, заходит. Смотри, щерунка, вот. Сошел. Опа, заходить начинает. Сама поднимает. Ну вот, ты про камеру рыжешь? Да. Тут мне видос там полностью ненапильный был. Сейчас опять бойликов. Сейчас наш угонется. Но она уже, если рыб привыкла, то, что ее формят постоянно, она уже стоит. Да, два бойлика просит. У нее красить какие-то будут все это. Не знаю, почему-то нехорошие получают. Не заходит на пятно. Боится. Потому что, скорее всего, привыкла, что вот этот песочный грунт. Конечно. Выделяется. Не, наезд, но... Наху я не ест. Надо темный найти. Затемить краски нету. Земли. А вот у нас темный есть. Посыпай туда прям. Так. Короче, дело к ночи. Я не вижу там что-то. Клево тоже, только темное. Посмотрим. Что за серия? Что за запах? Это значит, альбумин, сухая кровь, серия фидер премиум. Сколько отбудов? Пять, пять. Так вот, темное. И, короче, эксперимент. Вот, да, получается. Да, темный. Далеко не бросай туда. Сделаю россыпем. Уходи, 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 уходи. Опять, смотрите. Стайка идет на белый цвет. Но шары, которые он бросил, коричневый цвет, они намного ближе к нам. Вот, посмотрим, будет ли она, подойдет ли она. Попробуйте. Ага. Да. Все-таки работает свет. Не боится она, это ведь, темный. Не боится, да, и начинает так с ними питаться, даже белые. То есть, они, в белый круг не заплывает, они пытаются на границах. Вот, щипать начинает шар. Да, шар начинает щипать. И не боятся. А белый до сих пор боятся. Вот, прям, наглядно видно. Смотри. Тут еще ряд, вон, гоняет. Целый аквариум. Распа видно? Конечно. Вот, смотри, не боятся, а в белый боятся. Да. Вот и показатель, что они с краев собирают в белый, но в пятно не заходит, а в темную сразу пошла рыба. Давай еще. Тут мы, короче, заценили кое-чего. Это вот такая вот штука. Колбаса зеленая, тоже от клевого. Тоже для эксперимента смотрим цвет. Еще ближе. Да-да, подальше. Посмотрим, как реагирует. Ну, черный прям активно едят, еле. Вон они ее едят. Щипет, щипет ее. Но белая тоже рыбка распровывала, а швосты видно. Так, аль, зеленый пока непонятно, да? Нет. Я тебе скажу больше. Ты зеленый набросал, они чувствовали запах и даже через белый прошли. То есть, пошли на запах, да? Да, опять идут. Смотри, по-вот, по-вот, на зелененькую. Вообще, вот эту колбаску идеально использовать в флейте. Ее очень легко закрывать в кормушке, и она долго держится. Смотри, зеленая больше нравится им. Видишь, идут больше. Да. Почему-то. Вот, вот, вот. Они запах чувствуют, а боятся тоже зеленый цвет. Но черный прям активно лопают. Черный не боятся. Подбирает мелкие частички кукурузы. Вот так вот. Видос поделитесь будет много, да? Да, ноутбук есть, может быть, скинуть. Что еще для эксперимента кинуть туда? Опа! Ух ты! Вживую! О, поклевка! В область! Вот, смотрите, сейчас в основном, прям и в основном, а целую стайку с натертой. А днем была калинка. И ближе к вечеру была калинка, получается. И... В облах подходила мелкая. О, зеленый-зеленый. Замеси свой этот еще флагман. Посмотри, как он бахнет. Сейчас, короче, замесим вот эту штучку. Попробуем, как рыбка будет вообще на это реагировать. То есть мы пробуем белый форм, пробуем темный форм. Шары скатали. Кушают. Сейчас посмотрим, сделает ли взрыв она или нет. Секундочку. Нет, я все уже вы буду снимать. Чтобы не было, ты вдруг клеву туда подложишь. Очень много, крето. Здесь даже не настояться, да? Сирок Стопен. Короче, я тоже. Голубь у меня пропал. Мне холодно. Приехали мы на речку Кигач, Астрахань. Вот. Серега будет вместе меня говорить сегодня. Да. Сейчас мы протестим плотва черная от компании Флагман серия Грант, в которой мы залили Грант Концентрат Спорт. Прикормочка прям очень хорошо пьет водичку. То бишь ее переуложнить очень сложно даже начинающим рыбакам. Составит очень много кориандра и каких-то еще злаковых веществ. То есть вот, получилась она. Молотая кукуруза, кориандр, еще какие-то специи. Но вот это вот прям именно корм по консистенции, он очень богат, прям видно. То бишь производитель, ну, не пожалел. Не пожалел. Скажи, что мы запускали сюда? Сюда мы запускали клево белый фидер. Метод фидер. Упаковка была белой. Он сделал очень большой взрыв на старте. Рыбка моментально отошла от облака. Как только облако пропало, она активно начинает питаться. Вы сейчас можете дальше посмотреть. То есть мы оставили все это дело, если видите. То есть белое облако, это вот как раз метод фидер был. Дальше он сделал шары из темного фидера. То бишь, да, производитель клево бросил колбасу, которую я ночью набивал зелененькую. Да, бросил. Давайте сейчас попробуем флагман бросим, посмотрим, где будет рыба больше стоять. То есть на белом пятне или на темном пятне. Вот. Но прикормка еще не напитался, я ровно там, я не знаю, минут, наверное, 3-4. Мутит, да, но облако не делает. Да, черепаха припугла. Да, даже черепаха сейчас будет ловиться. То есть рыба, она не пугает. Также давайте скомкаем комочки, чтобы посмотрим, будет она активно у лопатей или нет. Ну, кстати, нормальный. Опять муть, да, любая муть, короче, рыба пугает. То есть первоначальный взрыв, не знаю, как там в Карпово будет, карасиков. Ну, плотвичку, посмотри, посмотри, сосед какой поймал воблу. Отличный воблу. Здоровая. Вот. Сейчас вот наблюдаем, рыбка начинает подходить, опять заходит с белой, но прям быстро собирается около темного пятна. Бычок больше всего нравится. Да, бычок поверхностный, приманки ее интересуют. Вот. Они не едят флагман, отсловок совсем. Подожди, подожди. Собирает верхушки, частички легкие сначала. То есть, да, ага, одна уже попробовала. Нет, что-то пугает рыбу. Клево еще еще немножко едят. Вот черную клево едят, темную. Белую едят. А флагман, наверное, запах сильный. Щука зато пришла. Много-много мелкой, да, вон этих шнурков. То есть, скорее всего, это больше для крупной рыбы. Она, в принципе, так и называется. Плапла черная. Получается, пока не работает отсловок совсем, но мертвый лежит. Пылить начинает, смотри, отпугивает опять. Нет, смотри, вот они на собственную муть, который поднимает, когда шугаются они. Опа, сразу начинают кушаться активно. Но больше едят, если честно, мелкие частицы, всякие бойлы, кукурузку. А вот начался и самый пир, ребята. Как можете видеть. Правую сторону сними. Вот там они начали, да. То есть, они распробовали. Видно, концентрат был сильный. Может быть, да. Потому что у кого-то даже плескали, рыбу ходила. А вот сейчас начинает хавать. Даже зеленый все начинает есть. Да. Зеленый прикольно работает. Она, это, просто смотри, стоит даже наесться, бедный не может. Опа. Здорово, здорово кушает. Клево. О, к нам пришла вобла. Тетя вобла, смотри, около зеленого комка. Воблачка пришла, даже кушает. И щучка ее пасет. Маленький щуренок внутри, снизу. Она вон вся рыба. Муть пошла и, смотри, левее. Она вся вон туда ушла, вся концентрация. Еще ряд пришли, еще вон два щуренка стоит. Пасут и в обла пришла. То есть, все-таки... Позвать позвала, но рыбу утяну не туда, куда надо. Эхо, правда, еще ряд сколько. Короче, ребята, вот так вот. У нас тут собственный зоопарк. Зоопарк. Вот они вживую эксперименты, явно видно. Работает, не работает. Я сейчас еще что сделаю. Робин Ред. Да. Давай я только сейчас еще подкину чуть-чуть сбоку. Подожди, мне интересно комок. Они будут... Робин Ред будет работать вообще не будет. Комок. Замочи эту. Что? В комок налей. Давай. Давай взорвем. Сейчас я тебя налью и я сниму что-то. Стой, 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 стой. Держи. Так. Клево, работает ли Робин Ред. Вот. Сереги, давай. Сейчас, подожди. Ну, давай закроем его. Посмотрим, как будет работать. Прям с комку. Ну, липнет прям очень хорошо. То есть, кашу комкует. Тут не знаешь, а шар останется у нас живой или нет. То есть, вот он. Робин Ред. Давай, кидай его. Утонул. Что-то такое чувство, что запахи... Запахи... Нет, 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 нет. Запахи пугают все равно. Опа. Бит добыл, что испугал. Опа. Нет, 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 нет. Робин Ред подошла. Да, и начинает активно ее лопать. Я бы сказал, быстрее, чем другие. Ну, да. То есть, Робин Ред зашел более чем. Робин Ред работает. И рыбы, смотри, как им чувак уже тихо. И даже, да, и поднимает муть и все равно ест. Вон, в облаке зашла сюда. Опа, видишь, и начинает рвать комок. Да. Робин Ред работает. Теперь, теперь другой есть еще. Еще сейчас, Серега. Что я сейчас остатки выкину, Робин Ред, чтобы у нас было все честно. Вон, даже туда. Что это такое? Вот демон. А что это за запах? Что там вообще? Чили, тоже острый спец. А давай прям сюда выливай. У нас прикорм чуть осталось. Сейчас сварим большой. То есть, дорогие ребята, вот все для вас. Тесты. Клево вживую. Да, клево вживую. Прям вот не жалеем. Все льем. Даже не ловим, а просто вам показываем, чтобы наглядно было. Даже видно. Когда рыбы есть, можно понять. То есть, все снимает в аквариум. А это мы прям сидим на реке, грубо говоря. И вот вам живые тесты. Ну, что могу сказать? Склеило хорошо. Запах непонятный. Пахнет каким-то комоком. Давай еще один. Чтобы не шугать. И еще один последний поближе. Скатаем прям си. Массу пашу какую-то. Вот. Ну, вот тот зашел. Этот пока не знаю. Тот прям очень хорошо зашел. Как тот назывался? Робин Рэд. Робин Рэд. А что такое Робин Рэд-то вообще, Дим? То есть, специи, да? Ну, в принципе, даже несмотря на то, что разные производители, я думаю, что можно даже вполне использовать такой состав, как флагман черная и заливать Робин Рэдом от клева. Ничего страшного. А вот Дима, что-то... Дима вообще шуганул всю рыбу. Да. Сейчас смотрим, подожди. Нет, подходит, но прям с опаской что-то как будто. Нет, 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 идет. Мутит, мутит. Не касается. Вода уже намутилась. Окунь в стайке. Видел? Мелкий окунечек в стайке. Смотри, не, на демон нет. А боятся, наверное, обжигает. Ну вот, на тот прям очень хорошо. А Рэд Халибут упускает клево? Наверное, что-то такое типа будет. Сколько они в роднице стоят? Рублей 80, наверное. За банк? Нет, вот эти ликвиды, ликвиды не знаю. Ликвиды тоже не драки. Если настоящий демон стоит, который тысячи и полторы-две, это точно будет стоить... До 200 рублей, я думаю. Я думаю, да. И работает. Ребят, вот смотрите. Опять начал активно. Вот все равно он лопает ту. Первый замес наш. Который мы делали шары с Робин Рэдом. Правильно? Робин Рэд. Комочки прям ест, мелкие частички собирает. Но мы просто здесь уже перекормили, бедную. Даже тетя Вобл вон лопает активно. Затерялся в стайке с красноперкой. Ну, Серок, давай, наверное, какие-то гулы, расскажи. Ну, чтобы было понятно. Не все спортсмены не понимают, про что мы тут вообще говорили. Ничего все. Ну, тут прям объективно видно то, что рыба все-таки, вот эта именно рыба на данном водоеме боится желтого пятна. Боится вот этих вот взрывов от прикормки, от любой. То есть мы замешали три прикормки. Мы месили клево. Метод фидер светлый. Потом метод фидер получается темный. И заместили флагман. Большая платва. Все это дело залили сначала секретом. Опять же, тоже рыба шуганулась. Скорее всего, то, что большая концентрация запахов. Но вот Робин Рэд, в принципе, зашел. То есть идеальный состав, грубо говоря. Ну, не то, что идеальный. Опять же, надо пробовать. Мы вчера, кстати, пробовали. Это все дело-делали, ловили очень хорошо. А идеальный состав от Робин Рэд с лоплой черной. Здесь, сегодня, сейчас. Так что, тесты, тесты. Еще раз тесты. Все для вас. Нам не жалко. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.